Добрый день, добрый вечер! Сегодня я хочу напомнить о автобиографии известного поэта Генриха Гейна. Просто мне в руки попала кишка его стихов. Я решил просто не только прочитать его стихотворение, но еще немножко рассказать. Родился он в 1797 году в Дюссельдорфе в семье обедневшего еврейского купца. В семье было трое еще детей. Это Шарлотта, Гюстов и Максимилиан. Воспитание первоначально он получил в местном католическом лицее. Затем учился в городе Бони на юридическом факультете. Увлекся литературой, но, к сожалению, здоровье было слабое. Он участвовал в безобразных путежах, которые подточили его здоровье. Это так написано в Википедии. Здесь он начал интересоваться Шекспиром и Байроном. После этого недолго он пробыл в этом Боннском университете. Поступил еще в другое заведение, Геттингенский университет, в котором тоже немного пробыл, потому что сражался на дуэли с одногруппником и его исключили. В это время он влюбляется в дочь своего дяди Амалию, дяди Соломона, который по жизни ему помогал. Ну, видимо, у них происходит любовь. В 821 году поступает в Берлинский университет. Начинает уже печататься, продавать свои стихотворения. Как раз именно в это время он узнает, что Амалия выходит замуж за какого-то богатого человека. Конечно, расстраивается, период грусти, я бы сказал, который, наверное, был у всех. Начинает опять участвовать в кутежах, оргиях, пытается избавиться от тоски, но вот, видимо, получается. Короче, заливает себя спиртным и находит усладу в женщинах. В 1823 году приобретает уже определенную известность в литературных кругах. До этого критики его на него даже не обращали внимания. Начинает активно протестовать против монархического режима, потому что власти Пруссии отбирают множество политических прав у евреев. Посещает Веймар и знакомится с Гетой. Это единственная встреча, но все же она была. В 1825 году выдерживает выпускные экзамены в своем университете. Становится доктором юридических наук третьей степени. После этого дело принимает литеранство. Путешествует по Италии, публикует свои стихотворения. После Парижской революции в Париже 1830 года переезжает в Париж. Знакомится с Берлиозом, Россини, Шопеном, Листом, Гумбольтом. Печает свои стихотворения на французском и на немецком. Друзьями становятся Дюма Старше, Готье, Терии, Журса. В это время знакомится с Матильдой Мира, которая через некоторое время становится его женой. Кстати, он был знаком с Ротшильдом через своего дядя, который снабжал его деньгами всю жизнь. Дядя Соломона. Даже играет на биржевых спекуляциях. Точнее, на бирже. Ну, что-то у него не очень получается. В это время здоровье его все хуже, хуже и хуже. В общем, денег нет. Ими умирает дядя, который оставляет ему всего 8 тысяч франков. И он получает пособие правительства Франции, которое выплачивается иммигрантом. Писано, что в 1848 году он выпивает изрядную дозу опиума, чтобы как-то избавиться от боли, которая его мучает. Последний раз гуляет по Парижу и после этого уже не выходит из своего жилища. Его посещают там Дюма, Беранже, Готье, Нерваль. Но он уже не выходит из дома. В это время у него опять пробуждается страсть Камильи Сельден, которая была большая поклонница его творчества, которая до конца его жизни была вместе с ним. И Генрих скончался 17 февраля 1856 года. Похоронен на кладбище Ман-Матра. Вот примерно так. Ну а теперь немножко стихотворения в переводе Маршака. В почтовом воске мы катили, касаясь друг друга плечом. Всю ночь в темноте мы шутили, болтали, не помню о чем. Когда же со стеклами в раме открылся нам утренний мир? Амур оказался между нами. Бесплатный слепой пассажир. Ох, какое красивое стихотворение. Молодец, Маршак, хорошо переводил. Когда тебя женщина бросит, забудь, что верил в ее постоянство. Другую влюбись или трогайся в путь. Котомка на плечи и странствуй. Увидишь ты озеро в мирной тени, плакучей ивовой рощей. Над маленьким горем немного сплакни, и дело покажется проще. Вдыхая, дойдешь до синеющих гор. Когда же достигнешь вершины, ты сдрогнешь, окинув глазами простор и клепот, услышав орлины. Ты станешь свободен, как эти орлы. И жить, начиная с начала, увидишь с крутой высокой скалы, что в прошлом потеряно мало. Жизнь утвердающий такое стихотворение. Чтобы спящих не встревожить, не вспугнуть, примолв кши гнезд, Тихо по ним уступают золотые ножки звезд. Каждый лист насторожился, как зеленое ушко. Тень руки своя вершина протянула далеко. Но вдали я слышу голос, и дрожит душа моя. Это зов моей любимой, или возле славья. Рокочет трубы оркестра и барабаны бьет. Это мою невесту замуж выдают. Гремят литавры лихо, и гулка гудит контрабас. А в паузах ангелы тихо вздыхают и плачут от нас. Двое перед разлукой, прощаясь, подают. Один другому руку вздыхают и слезы льют. А мы с тобой не рыдали, когда нам расстаться пришлось. Тяжелые слезы печали мы пролили позже. И врозь. Это, видимо, как раз тот период, когда он был любим в Амалию. Может быть, может быть и нет. Как ты поступила со мною, пусть будет неведомо свету. Об этом у берега моря я рыбам сказал по секрету. Пятнать твое доброе имя на твердой земле я не стану. Но слух о твоем вероломстве пойдет по всему океану. Красиво. Не потрунивай над чертом. Годы жизни коротки. И загробные мучения, милый друг, не пустяки. А долги плати исправно. Жизни так уж коротка. Занимать еще придется из чужого кошелька. Ну и давайте вот еще одно стихотворение в концовочке. Твои глаза сапфира два, два дорогих сапфира. И счастлив тот, кто обретет два этих синих мира. Твое сердечко бриллиант, огонь его так ярок. И счастлив тот, кому пошлет его судьба в подарок. Твои уста рубина два, нежные их очертания. И счастлив тот, кто с них сорвет стыдливое признание. Но если этот ластелин, рубинов и алмаза, в лесу мне встретится один, он их лишится сразу. Ну вот примерно так немножко. А Геннер Хигюене, в общем, известный знаменитым немецким писателем. Вот все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok